друзья приветствую вас на канале мотор строк сегодня у нас привезли мне с моей малой родины вот такой вот двигатель посылочка посылочка приехал саратова у нас человек сам с петербурга владелец данного автомобиля но в саратове у него сломался застучало что-то сломалась машина там сняли двигатель у нас вот здесь такая дырочка имеется в блоке и оборвала у нас все болты маховика то есть он резко вклинил двигатель резко вклинил маховик по инерции видимо сорвало все болты в вращении смотрим у нас тут масло что у нас тут у нас крончатка отсутствует сломан сломана трубка щупа приступим к разборке данного двигателя будем снимать паук головки и так далее то есть полностью разбирать и дефектовать диагностировать смотреть что у нас тут может быть целое по предварительным данным конечно блок кануал будут под замену интересно что нам с распредвалом и головками во что это выльется то есть поиск нового двигателя либо как-то восстановить этот но замены блока коленвала соответственно все приступаем к разборке и смотрим что у нас этого выйдет то есть и и это и 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 так турбинку нас имеет повреждения и и здесь и и и и и и его и и и и и самой клетчатки. Снимем сейчас первым делом турбину и будем снимать топливную аппаратуру. Продолжение следует... Стружка имеется. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас видно, что поршня доставали до головок цилиндра, то есть до клапанов без следы. Сразу видно, что и здесь, и там либо втулки шатунов, либо вкладыши шатунные, будут большие зазоры, поэтому и доставало. И здесь тоже везде видны следы, отпечатки на выпускных клапанов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас тут открылась вот такая вот картинка. Трещина, блоки, отверстия лишние. Теперь доставил я вот такие вот колечки в гильз, ставлю двигатель на кожух муховика, снимаю подон, достаем форшня. Вот так вот мы поставили блок, установили его на кожух муховика, снимаем подон, смотрим что там внутри. При опрокидывании уже слышал какие-то странные звуки. Что-то сыпется. Все продолжает и продолжает сыпаться. У нас тут противовес. Лежит без болта. У нас тут вот такой красивый шатун, который пополам рассыпался. Вот так вот аж. Вот так вот. Вот такой красивый шатун, кусочки от него. Ну и еще куски гильза. Красотища. Вот у нас болты с противовеса. Бултик. Противовес кривой. Сбираем, смотрим что здесь произошло. А, вот он у нас, собственно, шатун прикрученный. Вот так вот его оборвало. Все это, видимо, случилось на ходу, на хорошем. Мы мгновенно. Достаем дальше. Так вот. Добавил... Добавил... Продолжение следует... Продолжение следует... Втулка шатуна разбилась и затем оборвала шатун. Продолжение следует... Продолжение следует... Зацепило и побило... Вот так вот тут шатун выглядит... Один болт оборванный... Второй зализанный... Переворачиваем его теперь... Чтобы открутить кожух муховика... Достанем колено и распредвал... Так вот мы его перевернули... Открутили болты... Снимаем переднюю крючку и заднюю... Итак... Распредвал вроде не поврежден... Ай-яй-яй... На первый взгляд... Но... Все же повреждения имеются... Здесь повреждения... Удары были... По нему... Здесь... И здесь... Выгрызан... И здесь... Побило чуть-чуть... Помотало... Повреждение... Повредило... Все... Достаем колено... Отсюда... Смотрим... Что там интересного еще будет... Смотрим... У нас в тюрьме... Но... В тюрьме... Н Wright-вы... Натюр... В тюрьме... Натюр... Оставил на бутылку... У нее есть... по двигателю все понятно блок под замену коленвал под замену распредвал замену где звезды побитые с этой стороны вот так вот с этой стороны либо вопрос замены двигателя либо блок колено распредвал и собирать новые запчасти на этом разборках окончена сейчас мы еще посмотрим головки почему-то заметил что у нас выпуск на герметике стоит и прокладки но головки делались и одну я посмотрел уже головки делались там все хорошо притирка замена маслосъемных и все сейчас проверил основные все шатумы остальные и масляный насос все это проверим а диагностируем продиагностируем и будем писать карты дохитовки топливное уходит на бош на проверку